Девушки отдыхают Девушки отдыхают Многие активные и пассивные способности ваших персонажей будут давать различные бонусы. Например, бонус к одному из шести основных атрибутов персонажа. Сили, ловкости, магии, хитрости, силы воли или силосложения. Теперь давайте подробнее познакомимся с ними. Сила. Это физическая мощь вашего персонажа. Нужна и важна только для классов воина. За каждый пункт силы у которых будет расти показатель атаки и бонус к урону против врагов в защите. Ловкость. Важнейший показатель для разбойников. Каждый пункт ловкости повышает показатель атаки у разбойников и бонус критического урона для всех остальных классов. Магия. Главный атрибут для всех магов. Повышает показатель атаки у магов и бонус к урону против барьеров. Барьер это магический щит, который является собой вторую полоску здоровья над основной и защищает от физического и волшебного урона. Хитрость. Каждый пункт хитрости повышает вероятность критического удара вашего персонажа и его защиту от дальнобойных атак. Сила воли. Каждый пункт повышает показатель атаки у всех классов и защиту от магии. Телосложение. Каждый пункт которого повышает показатель здоровья и защиты в бою. На основе этих шести атрибутов, эффектов от способностей и экипировки вашего персонажа будут рассчитываться три основные характеристики — здоровье, атака и броня. Давайте взглянем на них. Здоровье. Жизненная сила вашего героя. Персонаж, чье здоровье снизится до нуля, падает без сознания и теряет способность сражаться. Единственный способ вернуться в строй — это получить помощь от товарища по команде или быть воскрешенным заклинанием мага. Атака. Повышает весь урон, наносимый персонажем в бою, включая магический, дальнобойный и, конечно же, физический. Броня. Чем выше уровень брони, тем меньше физического урона будет получать ваш персонаж. И, наконец, у вашего персонажа есть три показателя защиты, разделенные на типы. Такие, как защита в ближнем бою, от дальнобойных атак или от магии. Все это процентные показатели устойчивости к конкретному типу урона. Предупрежден — значит вооружен. Поэтому всегда внимательно обращайте внимание на эффекты и бонусы открываемых вами умений и способностей. Постарайтесь сразу определить, что будет делать ваш персонаж в бою и, самое главное, какую конкретную роль он будет выполнять в вашей группе. Для любого воина, которому неизбежно придется танковать и чуть реже наносить урон, крайне важно иметь высокий атрибут силосложения и, следовательно, здоровье и защиты. Вторичным атрибутом для него будет сила, которая определяет, насколько сильные тумаки ваш воин будет раздавать в пылу рукопашного боя, вне зависимости от того оружия, которым он сражается. Нет смысла пытаться сделать могучего рубака из легионера, у которого изначально высокое силосложение и чуть поменьше атаки. Довольно полезным для любого воина могут стать атрибуты силы воли и хитрости. Ну, а дальше экспериментируйте. Далее разбойники, для которых чем больше ловкости, тем лучше, вне зависимости от того, стреляют ли они из лука или бьют двумя кинжалами. Второй полезный атрибут для разбойника — это хитрость, которая повышает шанс нанести критический урон любой атакой. Чем выше этот показатель, тем чаще вы будете убивать врага за пару удачных критических выстрелов из лука или одним мощным ударом кинжала в спину. Помните, что ваш разбойник никогда не вступает в дуэли с врагом, а всегда бьет издалека или хитро бьет в спину. К тому же хитрость повышает защиту от вражеских стрел и арбалетных полтов, что повысит шанс вашего лучника в стрелковой дуэли и позволит разбойнику с кинжалами добежать до вражеского стрелка в случае, если у вас закончилась невидимость. Поэтому здоровье и защита для вас не так критичны, не говоря о том, что до уровня воина вам их все равно никогда не поднять. Наконец у нас остались маги. Какой бы подкласс мага вы не выбрали для прокачки и какую роль бы вы не выполняли в команде — защита, контроль, усиление команды или ослабление врагов — главным атрибутом для вашего волшебника будет, естественно, магия. Вкупе с высоким атрибутом силы воли вы сможете значительно повысить урон от ваших атакующих заклинаний и тем самым принимать более активное участие в непосредственном уничтожении врагов. Однако не стоит забывать и о хитрости, которая поможет вам смягчить урон от вражеских стрел и прочего дальнобойного оружия. В идеале почти любой подкласс мага будет куда полезнее в команде в роли поддержки, нежели атакующего персонажа. В первую очередь благодаря защитному барьеру, которым он может прикрывать своих товарищей. Маг должен быть тактиком на поле боя и постоянно контролировать схватку. Например, он может парализовать одного или нескольких врагов, давая время остальным справиться с более сильным или более слабым противником в зависимости от ситуации. При необходимости маг может наслать ужас и панику на противников и повернуть их в бегство. Но, конечно, огненные шары, молнии и прочие боевые заклинания никто не отменял. Однако это скорее будет бонусом, нежели главной задачей вашего мага. Продолжение следует...